Чемпион мира в среднем весе Сауль Канело Альварес оценил уровень своего следующего соперника. Обладатели титула IBF Дэниела Джейкобса в сравнении с другим топовым средневесом Геннадием Головкиным. Бой Канело Джейкобс состоится 4 мая в Лас-Вегасе на Тимобайл-арене. В плане бокса Джейкобс более совершенный боец, чем Головкин, он действительно обладает силой и более укомплектованный боксер, который автоматически станет более сложным соперником, поэтому мы тренируемся и готовимся к его стилю. «Мы, как всегда, проведем хороший лагерь, чтобы быть готовыми на 100%,» — сказал в интервью Альварес. Накануне стала известна дата следующего поединка экс-чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO мексиканца Хильберта Рамиреса. Рамирес выйдет на ринг 12 апреля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США на арене, в Степплс-центр в рамках андеркарда боксерского шоу Василий Ломаченко и Энтони Кролла. Соперник для Хильберта пока неизвестен, стоит добавить, что этот поединок станет для боксера первым в рамках полутяжелого веса. Свой титул чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO он оставил вакантным. Бо Парум, глава промоутерской компании Top Rank, на контракте, у которой находится чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, собирается во второй половине года попытаться организовать ему поединок против чемпиона Абе Феррела Спенса, при условии, что оба они сохранят свои титулы в ближайших боях. Если Теренсу будет сопутствовать успех в поединке против Амира Хана 20 апреля, а Спенс, как я рассчитываю, победит Майке Гарсию, мы сделаем предложение ему и его сопетнику Элу Хейману, о проведении поединка осенью мы будем действовать так же, как в случае предложения, которое мы делаем Дионтию Уайлтеру, Элу Хейману и Шелли Финкелю, предложение будет сделано напрямую боксеру и его советнику. А дальше все будет зависеть от уже от них. Мы больше ничего не сможем сделать, сказал Бо Парум в интервью. Журналист боксинг НИС-24 Дэн Эмброуз уверен, что чемпиону мира Айбе в среднем весе Дэниелу Джейкобс нельзя доводить до решения судей объединительный поединок с Саулем Канело Альваресом, если он надеется одержать победу. По мнению Эмброуза, яркими примерами для американца могут служить вердикты судей в боях Канело с Геннадием Головкиным. Джейкобсу все еще будет нужно устроить драку с Канело. Если он хочет выиграть, потому что судьи, скорее всего, не отдадут ему победу над таким известным боксером, как Альварес. Если такой популярный парень, как Головкин, не смог заполучить решение судей в свою пользу. Несмотря на то, что перебоксировал Канело все 12 раундов, то и Джейкобсу это не светит, если Дэниел хочет выйти победителем. Ему нужно относиться к Канело как к очередному Пейтиру Куилину или Серхиаморе, другими словами. Джейкобсу нужно постараться его нокаутировать. Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко. Отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграм, заявил, что завершит карьеру, как только станет абсолютным чемпионом в своем весе. Моя цель собрать все 4 пояса в весовой категории и уйти на покой. Я воспринимаю бокс, как спорт. Мне интересно бросать вызов чемпионам, с кем мне проводить бои, когда я стану абсолютным чемпионом. Я готов уйти даже в 33 года. Я впервые надел перчатки в возрасте 5 лет. И с тех пор моя жизнь посвящена боксу, но все когда то заканчивается. Чемпион также заявил, что не слишком яркое выступление в двух последних поединках является не признаком спада, а лишь следствием травмы. «После двух моих последних боев стали говорить, что Ломаченко сдает позиции, но слушайте. Это моя третья весовая категория, и в поединке против Пидраса я не выбрасывал правый хук из-за травмы плеча», сказал Ломаченко. Напомним, что поединок Ломаченко-Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США на арене Степплс-Центр. Сайт Boxing News 24 назвал 4 фамилии боксеров, с которыми казахстанец Геннадий Головкин может встретиться в своем следующем поединке. Ожидается, что Головкин вернется на ринг в мае или июне, по мнению сайта. Наиболее вероятными оппонентами Трипл-Джи являются один полноценный чемпион мира, обладатель пояса WBO Деметриус Андраде, временный чемпион WBC Джармал Чарло, претендент на пояс WBO Билли Джо Сондерс и экс-претендент на титул IBF Сергей Деревянченко. Впрочем, ранее промоутер Эдди Хирн заявил о намерении устроить в мае бой Андраде Сондерс таким образом. Из ВИИ шриста Головкина могут быть исключены сразу два боксера. Головкин!